Друзья, добрый вечер. Я всех с большим удовольствием приветствую в эфире сразу двух YouTube-каналов. Спасибо большое, что вы с нами в субботний вечер. Конечно же, мы приветствуем всех тех, кто нас по доброй традиции включил на YouTube-канале Feigin Life. И приветствуем всех, кто нас смотрит на YouTube-канале Курбанова Life. Друзья, спасибо большое, что вы уделяете нам время, что вы нам доверяете. Ну и, конечно же, вместе с нами будете разбираться в самых главных новостях и событиях к сегодняшнему дню. Как и всегда, сегодня не будет никаких исключений. Я буду вам напоминать, что нам крайне важна ваша поддержка, ваше участие. Поверьте, мы его всегда чувствуем. И каждый зритель, который приходит, с нами проводит время, для нас это абсолютно бесценно. Не забывайте, друзья, на старте нам оставлять лайк для поддержки и продвижения нашего эфира. И, конечно, подписывайтесь на YouTube-канал Feigin Life и YouTube-канал Курбанова Life. Ну а компанию, самую лучшую, сегодня будет нам составлять, конечно же, Марк Фегин. Марк, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте, Алена. Рад приветствовать всех зрителей канала Feigin Life и канала Курбанова Life. Я вот тут опять в походных условиях, так что не обессудьте, если вдруг где-то будет со связью лагать. Ну, так бывает. К сожалению, приходится передвигаться. Да, друзья, но учтите, что для нас всегда принципиально важно выйти в эфир, поговорить, обсудить. Мы знаем, что и вы ждете, и вас все это волнует. Поэтому Марку отдельное спасибо, что, несмотря на все сложности, он всегда принципиален, нет, работаем. Это очень важно. Я сама люблю графики и постоянства. Марк, я думаю, что снова, как всегда, не будет ничего удивительного. Когда открываешь сфотку новостей, ты понимаешь, что, конечно, для многих стало необычным событием. Вчера в Москве, я напомню, что там проходил похорон Алексея Навального, и даже мы здесь, в Украине, в какой-то момент, глядя на то количество людей, которое пришло, сказали так, ничего себе. Оказывается, ходят, оказывается, храбрые некоторые, оказывается, принципиальные, и хотят провести Алексея Навального в последний путь. Источники The Moscow Time, близкие к Кремлю, утверждают, что сотрудники Кремля, конечно же, дали приказ вообще не освещать контролируемым СМИ, делать вид, что ничего не происходит. Поставили задачу не допустить картинку, аналогичную прощанию с Сахаровым в 89-м году, когда все это превратилось в шествие сотен тысяч людей. Сотен не было, но 16, говорят, тысяч было. Как вам вчерашний день? Удивило ли вас это все? Нет, меня это совсем не удивило. В данном случае мы отдаем себе отчет, что в России сторонников Навального гораздо больше, чем просто 16 тысяч. Это многие сотни тысяч людей, возможно, даже миллионы. Проблема же не в наличии их, не в существовании вот этой какой-то части русского общества, которая отдавала дань Алексею Навальному, и, конечно, и поддерживала его, и готова была в последний путь. Проблема в системе, которая изменилась за эти годы, и она не допускает никакого выступления против себя. Поэтому это не могло вылиться в волнение, ни в какие, так сказать, протесты, в месть за убийство Алексея Навального Путина. Об этом речь всегда шла, потому что, посмотрите, сопоставимо с количеством участников панихиды было количество силовиков. То есть это полиция, это ПСБ, это Росгвардия и так далее, и так далее. То есть везде они подготовились. И, несмотря на то, что, конечно, они хотели демпингануть, понизить количество присутствующих на панихиде, на отпевание, а потом и похоронах Алексея Навального, тем не менее люди-то все равно пришли, но они не страшны, вот о чем речь. Потому что эти люди не могут организоваться для чего-то другого, для выступления коллективного. И поэтому власть, она из целей перестраховки, конечно, предпринимала все эти действия. Несмотря на это, люди, тем не менее, пришли и, в общем, дань памяти-то отдали Алексею Навальному. Все все прекрасно понимают, понятно, что он убит и так далее. В этом нет никаких сомнений, но вот для другого, для другого этих людей не собрать. Потому что, ну, как бы у власти велика сила для того, чтобы противодействовать этому. И об этом мы говорили. Ну, вот многие спрашивают, почему вчера не было эфира. Ну, это тоже была часть, с нашей стороны, памяти об Алексею Навальном. Потому что, ну, а что говорить? Большего, чем когда человека хоронят, понимаете? Причем, ну, в общем и целом, по нынешнему ренам, как политика, очень молодого политика, 47 лет. Он всего на 5 лет младше меня был, понимаете? Ну, мы не были ровесниками по генерации, по поколениям. Я из 90-х, он из нулевых годов политик. Хотя у нас разница всего-то в 5 лет. Просто я очень рано начал. Но еще раз хочу сказать, что для такого, как я, и для очень многих людей старше Навального, он олицетворял собой очень многое и в смысле России будущего, о чем принято так расхожим образом говорить, но и в смысле уличного протеста. Понимаете? То есть мы почти 15 лет знали Алексея Навального как мужественного и честного борца против режима. Со своими ошибками, с какими-то неправильными заявлениями. Все это было. Но неизменно была его последовательность в противодействии, противостоянии режима. Он никогда не был в участии. Он никогда там ни ренегатом не был, да, значит, системным политиком. Вдруг куда-то передрейфовал. Но этого не было. То есть он был последовательным частным человеком. Другое дело, что в наследстве Алексея Навального была одна уязвимая вещь. Она была в том, что он был либеральный политик. То есть это был человек, отрицающий насилие. Человек, который в общем и целом хотел, ну, во всяком случае, до момента его убийства, как-то решить проблему с властью в России мирными методами. Это не его там заблуждение даже. Это просто его принципиальная позиция. Он отрицал возможность вооруженного захвата власти. Ну, в целом. Хотя, так сказать, это место было общим. Это всегда обсуждалось. Есть ли шанс на то, чтобы явочным порядком эту власть захватить в Кремле? Алексей Навальный был последовательным противником, мне кажется. Этого, ну, в силу своих причин. Но прежде всего его либеральных, в общем-то, взглядов. Говорят, что он относил себя к левым либералам. Ну, сам он так не считал. Он проходил периоды, когда был, в общем, политиком правоориентированным, когда создавал движение народ. Но, так или иначе, в целом, линия тактическая Навального, не стратегическая Россия, прекрасная Россия будущего, а тактическая линия на то, что в России перемены возможны мирным путем, она, в общем, в этом смысле, конечно, проиграла противостояние с властью. Потому что власть просто дела и убила его. Они его просто взяли и убили. И точно так же они хотят обойтись с его сторонниками. Если кто-то питает иллюзией, что они не готовы убивать, массово убивать сторонников Алексея Навального, то тут иллюзии питать не стоит. Они именно хотели бы массово убить всех тех 16 тысяч, которые пришли на прощение с Навальным. Сделать они или это нет? Понадобится ли им для этого время? Это другой вопрос. Но нужно отдавать себе отчет. Вы противостоите с дьявольской, людоедской властью, которой только прощанием с уточками и белыми ленточками вопросы не решить. Вот это отрезвление самой фактом смерти Навального должно прийти к людям. Это не обязательно, что они должны броситься с гранатами на Кремль или устраивать эксы, разного рода теракты индивидуальные. Не об этом речь. Прежде всего о понимании, что власть эта никуда сама не уйдет. Власть ничего не уступит. Власть ни на что не сходится. Если надо, она убила полмиллиона в войне с Украиной, она убьет и миллион в России, и 2, и 10, и 100. Она ни перед чем не поступится в желании своем сохраниться и, собственно говоря, пролонгировать себя до бесконечности. Вот смерть Навального, его похороны, они должны людей к этому побудить пониманию. А я пока вижу, что оно не стало объемлющим, оно не охватило всех поголовно. Вот когда это понимание придет, вот тогда, наверное, начнется и какой-то новый план действий. В остальном я бы хочу сказать, что Алексей Навальный все-таки очень многое сделал. Наследствие его вот так просто не исчезнет. Это несомненно. Потому что он сплотил, он вырастил целую генерацию молодых людей, от 20 до 30, от 30 до 40 и старше, которые с этим наследством пойдут дальше. Как они им распорядятся? Смогут ли они его использовать для реализации плана перемен? Это открытый вопрос. Мы этого еще не знаем. Но, тем не менее, я еще раз хочу подчеркнуть, что многое из того, что он делал, почти все, что он делал, было не зря. То есть оно не пропадет в Туне. Это наследство останется. И напомню, что на своих похоронах было действительно очень много представителей Росгвардии, правоохранительных органов, и, конечно, были камеры. Вы сейчас говорите о том, что, если бы они могли, они бы всех их убили и уничтожили. Но помню, что и те, кто голосовал за Надеждина, Соловьев говорил о том, что вот эти все документы мы, значит, собираем и отдаем спецслужбам, пускай они их отслеживают. Понятно. Тут мы тоже предположили, даже когда мы видели, как кричат Путин-убийца, украинцы хорошие люди и все остальное, первая мысль, да, ну вот мы такие люди, мы всегда сочувствуем, хотя в этой же стране, которая на нас напала, тем не менее. Первая мысль, все, им хана. Ну, как бы мы же знаем, что делает Россия, и что она делала за меньшее, да, серьги не те, футболка не та. А как вы себе представляете, Марк, или как должны, наверное, россияне себе представлять, что действительно в какой-то момент к тебе может постучать в дверь, позвонить и забрать? За что забрать? За то, что ты на похоронах был или за то, что ты не то что-то кричал? Ну, смотрите, и те, кто стояли в очереди, ставя подпись за Надеждину, я считаю, не стоило того, и те, кто пришел вчера и был в этой огромном потоке на похорон Навального, на его проводы, да, на его, значит, прощание с ним, конечно и безусловно, несомненно, они будут внесены во все возможные проскрипционные списки, вот, списки на потенциальную ликвидацию, на потенциальный, значит, учет и так далее, несомненно, несомненно, но, знаете, встать в очередь за Навального, это куда почетнее, это куда важнее, нежели оказаться в ничтожном этой попытке, значит, давайте-ка мы своего кандидата зарегистрируем, все пойдем постоянно вздем подписи, этот кандидат не заслуживает этой подписи, а Навальный такого риска заслуживал, потому что это не просто дань памяти, это попытка в общем и целом действительно продемонстрировать свое против, действительно продемонстрировать, что эти люди против Путина, против войны, против всего, что там делается и так далее, понимаете, не ища, как в случае, в очереди за Надеждина, легального способа, разрешенного властью сверху, показать свое несогласие, понимаете, встать в очередь на похороны Навального, это гораздо более смелый, более важный поступок, теперь что делать, да, ну, смотрите, эти люди, раз они есть, раз они никуда не исчезли, еще раз повторяю, должны для себя внутренне решить, все, мы все попробовали, за эти четверть века, пока Путин в власти, и миром, и договариваться, и с уточками ходить, и с ленточками, и всем на свете, мы все попробуем, к чему это привело, важный символ, это вот похороны, охороны лежащего в гробу молодого политика, которого просто взяли и убили, если они это внутренне для себя решают, дальше это вопрос перехода в новое качество, вас все равно всех убьют, так или иначе, посадят или убьют, и так далее, те, кто не в состоянии бороться в власти, уезжайте, если вы не чувствуете в себе сил, для того, чтобы явочным порядком противостоять, с этой власти, или ждать, пока за вами придут, уезжайте, не оставайтесь в России, ничего страшного, мы сорганизуемся за границей, мы наберем сил, мы вас всех, так сказать, встретим, мы сумеем с вами договориться, и кто-то из вас, кто посмелее, кто захочет, возможно, примет на себя гораздо большую миссию, да, она будет уже не в том, чтобы с ленточками бродить, а совсем другого свойства, те, кто считают, что они готовы рискнуть, готовы, так сказать, пойти на то, чтобы противостоять с этой властью уже другими методами, оставайтесь в России, находите связь там с ФБК, с другими структурами в оппозиции, оппозиции в эмиграции, и, в принципе, рано или поздно вас сама эта ситуация перебросит в такую реактивную сторону, когда, в общем и целом, вы присоединитесь к подполью, или создадите это подполье, которое, в общем, будет противостоять нынешней власти, готовясь к вооруженным выступлению, никакому другому. Я не вижу никакого смысла оставаться в России, если вы не готовы это делать, потому что, повторяю, власть за вами придет. Власть, она такая, ведь что важно в смерти Навального? Вот раньше я, вот знаете, раз за разом говорил о том, что Россия, в общем и целом, создала такие тоталитарные системы, но какие-то отдельные ее элементы еще дозревают, да, там, ну, например, там, выезд за границу, или там, интернет-пользование, но они это преодолеют, поймите правильно, я обращаюсь сейчас к тем, кто в этой очереди стоял, они обязательно справятся с этим, они будут контролировать интернет-пространство, они его изолируют от всемирной паутины, они, конечно же, ведут разрешение на выезд из страны, и другие вещи, которые связаны, собственно, с характеристиками тоталитарной или там авторитарной с тоталитарными элементами системы, они преодолеют. Здесь нет другого движения, нет другого пути, массовые репрессии, это, как я уже говорил, точно такое же производство, как, я не знаю, ГУЛАГ, производство стали, связь, образование и так далее, это целое промышленное направление, оно тоже будет акцептовано, безусловно, и, конечно, массовые репрессии будут, без этого эта система просто не может функционировать, у нее просто нет других имманентных признаков, понимаете, репрессии, это ее часть, она по-другому не работает, она просто стопорится, просто шестеренки не захватывают друг друга, и объектом этих репрессий являетесь вы, те, кто остались в России, поэтому еще раз подчеркиваю, те, кто остаются, кто готов в общем на большее, а уезжают те, кто на это больше сейчас не готов, но имеет надежду и имеет желание каким-то образом помочь сопротивлению уже за пределами России, другого пути здесь нет, и быть не может, те, кто себя обманывает и продолжает питать иллюзии по поводу этой власти, и легальных способов борьбы, не питайте, их больше нет, выживете в тоталитарной России, тем более, что Россия в свое время, советская Россия такая уже была, и поэтому ее переход в это состояние, ее дрейф до этой точки, он ничем не оригинален, поэтому, безусловно, вы, объект этих репрессий, учитывайте это и исходите в своих личных планах из этой предпосылки. Знаете, чтобы подвести черту под этой темой, мне сегодня на глаза попал такой, как пост обращения от телеканала «Дождь» к читателям, к единомышленникам с вопросом, а что после Навального? Мне очень близка всегда ваша позиция, потому что вы категоричны, да, вот у вас все, Россию проще уничтожить, дотла и на нова построить, здоровую страну, чем там лечить сегодняшнюю, без оружия невозможно сопротивление, с ленточком, с обниманием, со всем остальным невозможно сменить власть, да, то есть вы всегда смотрите категорично, и даже когда мне хочется где-то увидеть надежду, что вот, значит, там пошли люди, вышли на улицы, Пригожин, вот наконец-то он все это снесет, вы всегда приходите, говорите так, вы занимаетесь фигней, ничего не будет, и по факту в конце так и происходит, то есть вы за то, что вот этими малыми силами не изменить ситуацию в середине России. Телеканал «Дождь» своим вопросом, а что после Навального, подразумевает, что как будто бы пока он был или до этого всего что-то происходило, это ведь не так, а он был оппозиционным сильным политиком, да, его знали, но ведь он ничего не смог сделать, помимо того, что он сидел в тюрьме, люди за него не выходили, да, то есть по сути, к сожалению, кроме там потери для близких, для тех, кто ему симпатизировал, ничего не изменилось, и мне кажется, что по-прежнему какие-то оппозиционеры, те, с кем вы встречаетесь, с кем вы общаетесь, вот такие телеканалы, розовые такие пони, которые верят, что все равно просто так произойдет, мы давно убили в себе надежду, что просто так мы сможем выиграть в войне, что просто так нам повезет, нет, это титанический труд, и через два года полномасштабной войны почему-то вот такие либеральные силы все еще верят, что как-нибудь пронесет без борьбы и без своей внутренней войны в России. Ну, видите как, во-первых, в отличие, допустим, от первой четверти 20 века, кто представляет из себя главных оппонентов, публичных оппонентов власти, это действительно продукт 20 века, всех его процессов, это либеральная среда, то есть это люди, которые, ну, в принципе, уступают за свободную Россию, в которой есть, значит, конституция, демократические устои, рыночная экономика, свобода, самовыражение, индивидуализм, который защищен этими самыми законами, то есть это люди, которые отрицают насилие изначально, отрицают вообще любое его проявление, потому что это часть, идеологическая часть позиции либеральной среды, это неплохо, не хрежает, просто так, понимаете, то есть во главе протестов и во главе противостояния Кремлю не находятся люди, которые бомбисты какие-то, понимаете, никогда не находились, вот это очень важно подчеркнуть, и поэтому вряд ли вот телеканал Дождь, или же те, кто ему сочувствуют, те, кто его смотрят, и производные там разные его, одни или другие, потому что либеральная среда, она, в общем, обширна, она не только медийная, она и политическая, и другая, они, в общем, точно так же задаются вопросом, продолжать дело Навального в их представлении это просто, значит, привести Юлию Навальну, а Юлия Навальна исключительный человек, безусловный, конечно, но Юлия Навальна цена будет с другой программой, понимаете, с другим подходом и стратегией, я не знаю, удастся ли Юлии Навальне выйти за пределы ФБК, и наследство самого Алексея Навального, это расследование, это телеканалы, его каналы в Ютьюбе, это его огромная там команда Навального, которая поддерживает связь с теми, кто внутри России, кто за ее пределами, ну и так далее, там масса проектов, но это все проекты либеральные, проекты, которые предполагают, скажем так, сосуществование рядом, безопасное с этой властью, и ожидание того, что сдохнет Путин, понимаете, это идеальный вариант развития событий, при котором, а там посмотрим, получится, не получится, потому что при этой жизни за одну судьбу, никто не закладывается на какие-то перемены, что они возможны, и самое главное, что они сами станут их ферментом, понимаете, тоже либерализм предполагает средства и методы, которые, повторяю, никак не связаны с постановкой центрального вопроса о власти, потому что по-другому эта власть не смеется, кроме как путем явочным порядком какого-то, так сказать, вооруженного выступления, это невозможно, просто невозможно, и поэтому, действительно, после Навального, я думаю, что ответ, который заранее известен, а вот дело Навального подходит супруга его, Юлия, которая, повторяя, человек исключительно, выдающихся достоинств, выдающихся, очень хороший человек, но проблема не в фамилии, проблема не в том, ведь самому Алексею Навальному не удалось возбудить людей к тому, чтобы они, как минимум, хотя бы его защитили, не дали его убить, у Юлии Навальной еще скромнее возможности в этом смысле, конечно, ее авторитеты, ее заслуги, как жены Навального, они, конечно, не терпят никакой критики или сомнений и так далее, но этого недостаточно, понимаете, совершенно недостаточно, нужно провозгласить новую программу, которая будет совершенно иным образом трактовать силы общества противостоящие власти посредством использования других инструментов противостояния этой самой власти, если этого сделано не будет, то ничего не изменится, все будет течь линейно, точно так же, как было, понимаете, но надежда только хотя бы в том, что больше никто сам себя в лапы этой власти отдавать не будет, вот так добровольно, как это сделал Алексей Навальный, потому что этот вопрос, он же снова возвращается, а надо ли было возвращаться Алексею Навальному в Россию 17 января 2021 года, и ответ здесь однозначный, ему не стоило этого делать, и вам не стоит, те, кто думают, что они могут своим примером, своим мужеством, повторяя подвиг Навального, показать, как нужно вести себя, на миру и смерть красна, знаете, как по голове есть у русских, вот, не надо повторять этого опыта, это ничего не даст, вы должны не умирать, а убивать, потому что в противном случае ничего не работает вообще, ну вообще ничего не работает, ну вас также убьют, скормят и все, Навальный, это какой выдающейся единицей был, и то они не постеснялись, не побоялись его убить, а что говорить о всех остальных, поэтому, конечно, нужно искать способы, либо там безопасные, или рискованные, но ухода от преследования власти, потенциального преследования власти, и сорганизовываться, у Дождя нет ответа иного, кроме какой заранее известный, он состоит в том, что давайте делать то, что мы делали, снова расследование о коррупции, снова, значит, информационное освещение, снова работа с потенциальными нашими сторонниками, которые в России остаются, и поиск легальных способов противостояния, а их нет, легальных, их нет, ну вот, Надеждин, это был последний способ легального противостояния, самой властью разрешенный способ, раньше же, они же выдвигали Прохорова, Топчак, там еще давно Хакамада была, ну там уже древние времена нулевых, и что, они теперь сказали, а нам уже даже и это теперь не надо, нам даже свой, вот, Дождь Надежда, нами выдвинутый, нам больше не нужен, мы больше не паримся, мы делаем, что хотим, хотим, не допускаем довык, хотим, убиваем, для них разницы никакой, понимаете, и поэтому Дождь, к сожалению, рецепты этого, вот этого инструментария, вот этого и новой тактики, он не даст людям, ну вот просто потому, что они идеологически ограничены, не потому, что они плохие, а потому, что это вот их установка, и она неизменная, вот это надо ясно понимать. Сейчас я подумала, что даже те, кто себя называли либералами, или демократами, или антагонистами Путина, ведь их тоже не оказалось на прощание с Алексеем Навальным, понимая, наверное, все последствия, они выбрали трусость вместо того, чтобы туда прийти, но это уже такое. Когда вы описываете болезни российской оппозиции и либеральных российских политиков, я себе подумала, что этот вирус, он же, конечно, наверное, все-таки родом из Европы, потому что, если мы особенно сегодня будем с вами оценивать современных европейских лидеров, вот они такие, они такие безоружные, давайте поговорим, Шольц, Макрон, ну разве можно было им до 24 февраля поверить, что кто-то начнет войну не зарабатывать, не вкладывать, не наслаждаться жизнью, не ездить куда-то на курорты, отдыхать, не расстраивать большую Европу и дружить с Россией, а вот чтобы буквально все превратиться в войну, конечно, нет. То есть они совершенно о другом. Поэтому все сегодняшние события, которые происходят все еще вокруг Франции, они, конечно, нас навергнут в шок, потому что Макрон все равно, несмотря на все заявления его европейских, практически всех европейских коллег, он такой, нет-нет, подождите, я от своих слов не отказываюсь. Я вот сказала, это было обдумано, сейчас стало известно о том, что 7 марта, это уже будет следующая неделя, Макрон будет собирать представителей всех партий парламента, там будет и оппозиция, которая жестко его критикует за это предложение отправить войска на территорию Украины. На данный момент наша статистика выглядит так, кто не отказался от подобной идеи. Нидерланды сказали, почему бы и нет. Эстонию, Литву, Латвию, понятно, мы с вами частично это вспоминали и в прошлый раз, сюда же добавилась еще и Канада. Вот они поддержали отправку войск, однако они будут выполнять, как утверждается, вспомогательные функции, мы их с вами не увидим в буквальном смысле на фронте. Это будет обучение украинских военных, это будет передача знаний и опыта без вовлечения в боевые действия, хотя и странно, потому что обычно украинские военные ездят на Запад и проводят обучение. Макрон стоит на своем. О чем вам говорит эта тенденция? Вы сейчас как раз находитесь в Париже, я не знаю, насколько у вас там была возможность пообщаться с французскими политиками, как они к этому относятся, и речь идет о том, чтобы в буквальном смысле стать частью так или иначе этой войны, потому что мы же понимаем, что в России это будет трактовать именно так. Или это история повышения ставок, что мы не боимся, мы можем и нам не нужно указывать где-то черта, которую европейцы не могут перейти в вопросе Украины. Ну, давайте я вот так вам сейчас расскажу. Это не случайная позиция Макрона, я уже в нескольких интервью, и мы это обсуждали, говорил, это совершенно не случайно. Действительно, Франция в условиях складывающихся обстоятельств выборов в Соединенных Штатах Америки, ноябрьских выборов 2024 года вот этого, видит, что вообще она остается голой, вообще вся Европа, не только Франция, естественно, перед угрозой агрессии Москвы. Причем она неизвестна, где себя проявит. Вот это, значит, да, конечно, страны Балтии, например, они находятся на самом острие и могут стать действительно скоро объектом возможной агрессии со стороны Москвы. Этого исключать вообще нельзя. Ну, это может быть и Молдова, Приднестровье, очень много там вариантов развития событий и так далее. Во-первых, это понимание и есть. Говорить о том, что они все европейцы, эстеблишменты европейские, дураки, нет, они не дураки. Говорят, давайте задабривать, давайте как-то не злить Путина, а то вдруг он действительно что-то начнет. А есть какая-то часть, она маленькая, она, понятно, в Западной Европе сейчас в лице Макрона, говорит, это уже не поможет, ребята, это не поможет. Если они увидят слабость еще из океанских партнеров, ну, США это лидер, вообще говоря, западного мира, если тот не готов воевать, как сказал в Королине Трамп, мы абсолютно нет, сказал он, да, если вот деньги не платите, мы даже и не пошевелим, пусть Путин вас фигачит, да, ну, то, конечно, этот вопрос встает открыто, потому что если ты посылаешь европейские армии в Украину, это значит, ты отсрочиваешь, используешь все тех же европейских армий, но только на территории своих же стран, куда Москва после Украины с неизбежностью придет, а может и параллельно с этим. Вопрос в другом, действительно, в нынешнем состоянии западное общество, так, западное общество, европейцы, они к войне не готовы, потому что это общество потребительское, которое, значит, действительно потеряло, потеряло давно уже какое-то, в общем, начало такое к сопротивлению, потому что война была давно, вот, по-настоящему армии после конца холодной войны прекратили свою, значит, милитаристскую политику, ну, в широком смысле, милитаристскую, нет заводов, нету армии настоящего, потому что профессиональная армия не заменяет призывную, это вот очень важно еще раз подчеркнуть, нужно возвращаться к призыву, нужно молодых людей, да, отлавливать там по клубам и отправлять на полугодичную, хотя бы годичную подготовку, речь же не идет о том, что они все должны ринуться на войну, речь идет о том, что в Европе должно сложиться костяк с миллион, полтора миллиона людей по всей Европе, которые, в принципе, готовы воевать, которых можно призвать, и они умеют пользоваться оружием, они умеют, имеют военные специальности необходимые, потому что сейчас современные военные специальности даже образование иметь, дроном управлять, ну как, Вася Пряник не может, нужно же человек, который, ну, с этим совсем работает и так далее, ну, как-то учится хотя бы, и так далее, и так далее, но я что хочу сказать, да, это уж таки встречено, но вы знаете, послушайте, ну, вы хотите направлять европейцев, говорит Макрон, возможно, там, для обучения, чего-то еще, а зачем вам европейцы, соберите русских, предложите им хорошие условия, и направляйте их, найдите для них возможный мандат, и пусть они двигаются туда, ваш мандат европейский, да вы по Европе соберете десятка, два, три, тысячи русских, которые вполне могут обеспечить ваш мандат, я понимаю, есть опасения, нахрена нам русские, но вы прошерстите, вы профильтруйте, у вас же есть для этого средства, найдите возможное, чтобы помочь Украине организовав этот вопрос, а почему нет, да, европейцы сами не хотят воевать, они прежде всего не хотят вовлечься в непосредственную войну с Россией, понятно, мы все понимаем, они не хотят тратить жизни своих граждан, тоже понимаем, прекрасно, но смотрите, какое количество русских, платите им деньги, профильтруйте их, определите через полиграфы их отношение к Путину, к войне, к Украине, организуйте их, оденьте в военную форму, дайте оружие, дайте оружие, создайте европейскую армию, ну, такой вот, кондотьеров, да, так сказать, легионеров, создайте, дайте им возможность самим решить вопрос, кто-то скажет, это слишком радикальный план, они на это не пойдут, ну, так до этого и даже вслух произносить о том, что европейцы готовы направить какие-то свои вооруженные силы на территорию Украины, даже и вслух-то не, все два года не заговаривали, даже тема такая не поднималась, ну, так найдите какое-то промежуточное решение, которое удовлетворит тех других третьих, я понимаю, звучит это совершенно безбашенно, но с другой стороны, вы же хотите избежать некоторых из рисков, которые несет с собой эта инициатива, я думаю, что сейчас что-то разное такое обсуждается, это не решается, это обсуждается, более того, вот эта болезненная реакция, хоть Шольца, хоть ряда лидеров других европейских стран, она тоже с этим связана, потому что один раз уже прозвучавшее предложение, оно не умирает, в политике так не бывает, то, что раз произнесено, будет произнесено и два, и три, а возможно и акцептовано, реализовано непосредственно, понимаете, кто сказал, что нет рыночных механизмов стимулирования военной силы, они есть, на это нужны большие средства, на это нужно оружие, на это нужно много еще чего, но если вы готовы об этом говорить, ну так вопрос реализации, это второй вопрос, это же тоже очень важно для Европы, сейчас они проходят первую стадию, согласиться с тем, что да, придется вовлекаться в войну непосредственно в Украине, в том, в другом, в третьем виде, это можно обсуждать, помогать, разминировать, это можно обсуждать, использовать русских, не использовать русских, их можно обсуждать, но вы для себя тоже решите, так же, как Лужкин, которые должны определиться, как они собираются воевать с властью Путина, определите сами, как вы готовы защищать себя самих, если вы готовы это делать, в принципе, тогда можно обсуждать уже способы, вот, но пока действительно все свидетельствует о том, что страха больше, чем желание и готовность, к сожалению, это так, мы должны это констатировать, но я еще раз повторяю, я думаю, что это получит продолжение, да, я сейчас вот в Париже, например, не сказать, что я имею сейчас контакты, в этот раз, во всяком случае, с кем-то из там, политиков, или, значит, представителей власти, нет, у меня такого нет, но с какими-то политтехнологами, политологами французскими, которые в России занимаются, мы общаемся, в принципе, все подтверждают, что это инициатива, многие в этом видят, некий вот для самого Макрона, способ продолжения политической карьеры, он же ведь очень молодой, политика у него закончится, вторая каденция его президентская, и там кто-то сватывал чуть ли не на руководство НАТО, кто-то говорил о его инициативе создания европейской армии, что-то в этом роде, что-то, возможно, будет происходить, это частности, понимаете, личная карьера Макрона это одно, и даже, значит, великая Франция, Мирондоуэль-де-Франс, это тоже одно, а вот, в принципе, вопрос европейской безопасности, именно европейской безопасности, которая является частью, так сказать, международной безопасности, западной безопасности, западными странами, западного ареала, вот это вопрос интересный, может ли он самостоятельно существовать, например, без Соединенных Штатов, не потому, что Франция претендует или оспаривает роль Соединенных Штатов, а я напомню, в Европе только две страны являются, ядерная, это Великобритания, и Франция обладает собственным ядерным оружием, все остальные европейские страны таким собственным ядерным оружием не обладают, ну и ракеты-носительные, соответствующие, которые тут европейское, то есть ядерное оружие могут донести, это уже делает эти страны особенной, и плюс Франция является постоянным членом Совета Безопасности, это тоже важно подчеркнуть, то, конечно, возвращаясь к тому, о чем мы говорили, европейская безопасность, давайте честно говорить, за счет ядерного оружия точно может быть обеспечена самостоятельно, без Соединенных Штатов, благодаря ядерному оружию, благодаря ядерному оружию, я возвращаюсь к тому же вопросу, если бы у Украины была ядерная бомба, скажите мне, ее бы преследовала та судьба, которая с ней случилась на протяжении с 14-го, ну и, соответственно, с 22-го года, было бы так, если бы у Украины было бы так десяток боеголовочек, да, пропадем мы, но и Москвы не станет, хе-хе, понимаете, большой вопрос, как бы сложилась судьба Украины, и, так сказать, агрессии, и подрыв суверенитета, и так далее, Европа может завести совершенно самостоятельную политику, так же, как Россия разместила ракеты на территории Белоруссии, в какой-то момент, когда угроза безопасности будет решающей, они могут разместить свои ракеты с ядерными боеголовками, в том числе тактические, а кто сказал, что это невозможно в принципе, ну, воевать так воевать, мировая война так мировая война, сгорим все, но только они не спасутся, пусть даже не надеются, я думаю, что сейчас ставки повышаются максимально, и Макрон об этом говорит именно с целью повышения ставок, а не их снижения. Ну, тут интересно, потому что все-таки Франция, это условно говоря, территориально вторая линия войны, это не страна, которая будет в первых числах, если что, большого нападения и большой войны, но тем не менее, Макрон задает тренды, там, если не ошибаюсь, министр финансов еще и почитал, он говорит, если Украина проиграет, это будут большие финансовые издержки, прям очень супертяжело для Европы. И я подумала, что, наверное, раньше можно было бы обидеться, сказать, черт возьми, вы нас оцениваете в деньгах, а сейчас мне абсолютно все равно. Мне все равно, что стоит амбиция, ревность, конкуренция с Шольцем, мне все равно, что они считают, людские жизни или деньги, если это поможет сохранить жизни моей нации, моему обществу, моей стране, пускай они для себя внутренне ищут любые самые разные аргументы. Про большую войну есть еще одна тема, но я перед этим, друзья, вам сейчас напомню, мы сделаем такой небольшой пит-стоп для того, чтобы вдруг кто забыл оставить нам лайк обязательно для продвижения нашего эфира. Конечно же, не забывайте подписываться на YouTube-канал Фегин Лайф и Курбанова Лайф. Для нас невероятно важно, чтобы круг наших единомышленников возрастал и люди, которые нам спереживают с нами на одной волне, с одними мечтами, конечно же, объединялись. Ну и, пользуясь случаем, мы напомним, что мы уже так вошли календарно в марта. Это означает, что все меньше и меньше остается времени до нашего события в Варшаве. 10 лет войны. Вот приблизительно так, да, о таком мы будем говорить с Марком Фегиным в Варшаве 29 марта. Напомним, что у нас уже было такое оффлайн большое событие в Берлине. Эти события, ну, наверное, так по форме, но не по содержанию будут похожи, потому что, конечно, это будет тоже зал, это тоже билеты, места, люди, которые приходят с нами встретиться и поговорить, но, как правило, наш зритель или здесь наш гость будет задавать сам тон и задавать сами вопросы, поэтому атмосфера, конечно, будет отличаться. Мы абсолютно всех, кто находится в Польше, кто живет в Варшаве, кто проживает в Европе, так, чтобы можно было комфортно доехать, долететь, всех приглашаем на это событие. Это, друзья, суббота вечер, это означает, что на работу, на учебу никуда не нужно будет, и мы будем невероятно рады вас видеть. Правда, Марк? Да, мы всех будем рады видеть. У нас пришла запись нашего вечера в Берлине, завтра она будет выложена, вот, я завтра уже смогу ее вместе с Константином, мы ее выложим, она будет и на нашем канале, и на канале Алены Курбамы. Запись нашего вечера, это будет видеозапись, но это почти три часа, так же, как это было в Нью-Йорке, как это было в Тель-Авиве, огромная аудитория посмотрела эти видеозаписи, видеоотчеты с этого мероприятия, вот, вы поймете, какая там атмосфера, какие там люди, что там происходит, и это для вас должно послужить стимулом тем, кто еще не приобрел билеты на вечер в Варшаве, в зале Прогрессия 29 марта, пожалуйста, приобретите, приходите, вы не пожалеете, причем мы вот зовем и украинцев, и русских, и поляков, кстати сказать, я вот, мне пишут и польские зрители, они тоже смотрят наш канал, но те, кто знает, конечно русский язык, вот, пожалуйста, приходите, смотрите, задавайте вопросы, это будет очень-очень интересно, до этого момента произойдут некоторые события, поверьте, я сейчас не могу их объявить, скоро уже, которые сильно простимулируют ваш интерес, поэтому не оставляйте возможность приобрести билеты и прийти на это мероприятие, ждите, в течение буквально этого марта месяца еще произойдут некоторые важные вещи, важные события, вы не пожалеете, вы присоединитесь вообще к историческому моменту, так что мы ждем всех, пожалуйста, приходите. Так, ну, во-первых, я могу сказать, что три часа это событие у нас продолжалось, но только три, потому что на самом деле было очень много вопросов, очень много людей, которые хотели продолжать активное общение, но, собственно, есть время тайминга, поэтому будем считать, что все недосказанное будет досказано в Варшаве, Марк любит интриги и анонс, но надо сказать, что как в прошлый раз он обещал, это так и в этот раз было реализовано, сейчас была, ну так, тизерно презентована игра, да, очень интересная, в которой есть практически все знакомые для вас действующие персонажи, поэтому я уверена, что если Марк снова интригует и снова что-то анонсирует, это будет действительно круто. Возвращаясь к нашим темам и проблемам, Марк, про большую войну, все еще не отходя от того, что называется, отказ и от Макрона, институт изучения войны подбил итоги на этой неделе, говорит, что президент России, военный преступник Путин готовится к широкомасштабной войне с НАТО в долгосрочной перспективе. Речь идет о том, что все анализируют формирование новых военно-административных делений, там появился московский, ленинградский военный округа, ну и соответственно там ленинградский сразу относится к тому, что вот вам война с Финляндией, вот вам наступление на страны Балтии и того подобное. Но мы хорошо вспоминаем, что в начале нашей полномасштабной войны мы анализировали, что Путин готовился к ней по меньшей мере 10 лет, да, тебе все равно нужно очень много всего для того, чтобы подготовиться. Война с НАТО может быть другой. Мы до конца не знаем, что там у них остается на складах, мы понятия не имеем о боездатности, боеготовности их войск, потому что одно дело быть на тренировках, на каких-то стимуляторах, а другое дело, это когда над тобой взрываются, себя обстреливают градами, ты нюешь и ночуешь в окопе, совершенно другая история. Тем не менее, когда Институт изучения войны анализирует планы Путина, здесь идет речь о том, что он в буквальном смысле физически на низком старте, или он действительно боится, надеется, что европейцы испугаются, и какую-то часть территорий, в которых он наиболее заинтересован, они будут ему просто сдавать в руки. Ну, безусловно, он разрабатывает и в длинную, и в короткую плану. Безусловно. Понимаете? То есть, если сама по себе эта тактика позволит избежать войны, а Украину сдадут без сопротивления, и в дальнейшем сдадут и часть стран НАТО, а в меморандуме Путина от декабря 21-го года, вы помните, он требовал именно этого, чтобы страны, 15 стран НАТО, демилитаризованы были до уровня мая 97-го года. Это фактически половина стран, восточный блок в основном, которые вступили в НАТО после мая 97-го. Безусловно, он рассчитывает, что вот этим агрессивным давлением он добьется без войны своих целей. И часть какая-то, пока незначительная, истеблишмента, европейского, да и у теперь еще и американского, республиканцев, мы посмотрели, что они из себя представляют. Ну, какая-то часть, не все, конечно, далеко не все. Они, в принципе, склонны на такие договоренности пойти. Понимаете, мы это видим. Это не какой-то там необычный, неожиданный поворот событий. Да нет, это прям конкретно мы видим такое. Понимаете? Вот. Конечно, он планирует это, но вопрос, а решится ли он, если не добьется этим способом своих целей на открытую агрессию, прямую агрессию? Вот раньше мы считали, нет. Мы говорили, что, ну, как бы, на такой конфликт он не пойдет. Пятая статья устава НАТО, я прошу прощения, я тут приболел немного, в Париже идет дождь постоянно, вот. Но теперь-то, после всего, что было и с Украиной, и в течение этих двух лет, и вот такая перемена Запада, это тоже очень важно, понимаете? Я объясню сейчас дальше, почему. Твидетельство о том, что он точно готов идти дальше, понимаете? И если бы Запад повел себя по-другому, то и по-другому бы складывались события, и другим было бы поведение Путина и Кремля. А он видит, что если не останавливаться, если войну затягивать, если использовать ресурсы, которыми ты обладаешь на Западе, то есть это способы рычаги давления, то зачем же отказываться от продолжения агрессии, если тебе ничего не противопоставляет? А вот это ключевой момент. Как это остановить? А все очень просто. Продемонстрируйте ему силу. Липую, ничего не видящую, тупую, если хотите, и тогда ничего не будет. Грубо говоря, они создают округа, раздавайте ядерное оружие, мы сейчас риторически, я бы говорил, к НАТО, устанавливайте, как вы хотели, в Польше, Румынии, Финляндии. Устанавливайте ракеты с ядерными боеголовками. Понятно, это же тоже акт символический. А разве создание этих округов, насыщение их личным составом, увеличение армии, увеличение военно-производства, это не демонстративные действия, которые, конечно, могут быть реализованы, конвертированы в непосредственные. Так и тут. А что отвечает Европа? Ну да, какие-то учения проводятся, да, сказать, какие-то предислоцируются части, но это все ничтожно. Это передвижение в ничтожных количествах. Нужны сотни, сотни, сотни тысяч военных, военной техники и так далее, придвинутые к границам. И тогда, извините, ну ты можешь, конечно, пугать, но если никто не пугается, это все теряет смысл. И опять же, вот этот тезис о том, что в долгосрочной перспективе. Это какая долгосрочная перспектива? Можно ли считать войну в Украине этапом именно этого развития событий? А я считаю, что уже идет как бы война. Отделять можно Украину от всего остального? А что же вы как союзники выступаете по отношению к ней? Вы как союзники с точки зрения Путина, я имею в виду Европу, Америку, несете такую же ответственность и вы такая же мишень, как и сама Украина. Вы же не его поддерживаете, а ее, эту Украину поддерживаете. Но такая, погодите, тогда, ну где здесь логика-то обычная? Она, так сказать, формальная логика заключается в том, что вы несете ответственность из-за последствия того, что будете, если вы поставляете оружие. Если вы так поддерживаете, что допускаете поражение Украины, и, естественно, только после Украины, или там, в большей степени ситуация, при которой Украина, значит, падет, а Путин пойдет дальше, хотя нельзя исключать и провокации наряду с войной, которую он ведет в Украину, но на два фронта тяжело воевать, но тем не менее, давайте так говорить, если вы допускаете поражение Украины, потому что долгосрочные перспективы, как вы это говорите, как европейцы это говорят, ну это аналитики, мы видели, слышали доклад, 10 лет, 6 лет, 3 года там, и так далее, так это вы, значит, уже допускаете, что первый этап этой войны Путином будет выигран. Зачем вам ждать эти долгосрочные перспективы? В непосредственной перспективе вы извлекитесь. Разговор-то именно об этом идет, о том, что вы увлекаетесь сейчас не в войну, которая будет где-то там в долгосрочной перспективе, а в войну, которая уже сейчас идет. Нет такого, что разговоры мы отсрочиваем этим войну, вы ее не отсрочиваете, потому что, если эта отсрочка предполагает поражение Украины, это не отсрочка, это ее приближение. Вот в чем проблема. И поэтому, как бы, Макрон-то, собственно говоря, и здесь-то и вошел в этот клинч. Он говорит о том, что мы уже воюем, ну так, переводя на человечий язык. Так почему мы боимся направить войска? Даже если мы осторожничаем публично и говорим о том, что мы будем разминировать, обучать, еще что-то делать, инструктировать. А ему отвечают, нет, мы не воюем, мы должны оставаться на дистанции, на ревизионном расстоянии и как бы изображать, что мы только всего лишь помогаем стране, которая подвергнет агрессии в соответствии с суставом. Там еще там 51-й строительство. А кому, кого вообще не интересует? Вообще Москву интересуют все эти положения в сфере международного права, норм международного права, договоры, обязательства. Хоть в какой-то степени Путин готов сдерживаться этими, значит, обязывающими актами от своей агрессии. Разве? А разве в какой-то ООН роль играет здесь? Поэтому что считать войной? Можно ли войной с Европой, с Западом считать войну с Украиной? Как только вы отвечаете да, все становится разным в свои места. Воюют с нами. Да, мы хотели бы избежать ядерной войны, но это не получается. Ну, не получается избежать вот этого эскалации и столкновения. Ну, не получается, ну, никак. Понимаете? И Путин не дает таких гарантий. Он сегодня заявляет одно, завтра другое. Вот он на выступлении 29-го говорит, ой, говорит, про нас тут всякое болтают, что мы, значит, собираемся с Европой войти, а мы, конечно, не собираемся войти. Потом тут же на голубом глазу либо этот мудак Медведев, значит, заявляет, а мы, говорит, ядерные ракеты забросаем Лондон, Берлин, Киев и так далее. Так погодите, вы же не воюете с Европой, а угрожаете именно этим. Ну, такая, я не понимаю тогда вообще, о чем вообще идет речь. Как только изменится позиция, как только будет для себя решено, что мы вовлекаемся в войну не чужую, не украинскую, а свою, и мы делаем все для своей безопасности в Украине, а не только для Украины, ну, понятно, в Украине. Ну, тогда, конечно, все будет по-другому. Тогда, извините, они создают округа, и вы создаваете округа. Ну, назовите их там базами. Какая разница? Вопрос же не в дефинициях. Они подвигают ядерное оружие, а границам, все-таки, они подвинуты ядерное оружие. Подвинуты Искандеры с ядерными боеголовками. Ну, это же факт, все это знают. Ну, так и вы установите там ракеты с ядерными боеголовками. Что вы, телитесь? Вот и все. И в Украине это касается в той же ровной степени. Ни в какой другой. Ровно в той же степени. И тогда, вы удивитесь, риторика, она помягче. Она однозначно помягче, потому что закладывается Путин именно на вот это действие, значит, явочным порядком буром переть, для того, чтобы мордотопором испугались и на слабачка взять. Никакой другой здесь тактики нет. Да, он может дойти до непосредственного вовлечения в войну, но, я думаю, Сувалковский коридор интересен, Приднестровье интересно. Интересное для него направление пробивать коридор к Калининграду. Вы, типа, грозите захватить Калининград, а мы пробьем туда коридор. Ну вот такое. Мы не хотели, но вы же вот сами. Это может быть в Приднестровье, они же не случайно этих депутатишек собрали там уже что-то такое они, в общем, стимулируют. Процессы-то стимулируют, понимаете? А если вот представить себе, что они начнут в Приднестровье, вовлечется Румыния, например, еще кто-то, а они все равно кишиней захватят. Вот такая вот, я вам такой вот рисую. Прогностический план. Это к вопросу. Вы помните, в начале 23-го, когда разговоры шли, а может это из Одесского выстава, пихнем туда 15 тысяч военнослужащих в ЗСУ, и нету никакого в Приднестровье. Помните, как обсуждалось? И Майя Санду, это известно, сказал, не, не надо, кровью будет море, а крови действительно было бы много. Это правда. И она не решилась решить этот вопрос. А теперь, смотрите, разговоры идут, а мы вот как бы в свою очередь. Контингент, который там разведен, ну понятно, что там контрактники от самого самого Приднестровья, типа части российские, которые там по контракту служат, все эти пресловутые склады в колбасах, а мы вот сами теперь хотим на Кишинев, понимаете? Вот как складывать ситуации. Если не ты, то тебя. По-другому не бывает. И все упущенные возможности вот тогда, осенью, зимой 22-23-го года, это, кстати, по вине Запада в основном, что Украина-то, в общем, настроена была достаточно радикально. А ну видишь ты, как повернулось тебе. То смели бы на волне Харьковской операции и освобождение Херсона всю эту Приднестровскую эту пургу. А теперь уже думают, а вдруг как вот если Кишинев на Кишинев поедет? Там расстояние. Вы вовлите карту и линейку и посчитайте. Может такое быть или нет? И если Румыния вовлекшись защищать Кишинев, проиграть, что будет? Простой вопрос, что будет? Ну это же будет открытое поражение Запада, это будет открытое поражение НАТО, хотя как бы прямого столкновения вроде как Простите меня, они член НАТО. А что? Какие? Куда? В Приднестровье там бог знает с каких времен стоит этот российский контингент с конца 90-х. Чем вам не план? Чем вам не план? Или вы бы тогда захватили бы Приднестровье, Террасполь и сделали унифицированную единую эту территорию Молдовы. Или теперь вы станете частью Приднестровья. Понимаете как вот? Вот вам реальный план, кто-то думает, а как это может произойти? Да вот так. Почему нет? Знаете, Марк, учитывая, что Путин неоднократно, он же десятилетиям использовал этот план шантажа, и европейцы на это велись и пугались действительно. Но с другой точки зрения, вспоминайте, с чего все начиналось, чтобы НАТО отваливало от границ Российской Федерации, так или иначе, мы видим, что за эти два года плюс две страны, которые присоединились к НАТО, все-таки есть. Было бы круто, чтобы было три с Украиной, но так не сложилось, поэтому где-то боятся, а где-то продолжают делать и создавать такое кольцо безопасности. Посмотрим, как это кольцо все-таки сработает, может, оно и удушит рано или поздно Путина, почему бы и нет. Мы на этом, друзья, будем ставить точку, но, как всегда, еще больше новостей, и все то, что сегодня остается, так сказать, в загашнике, мы обязательно автоматом перенесем на понедельник, потому что, к счастью, у нас со стартом на следующей неделе будет, как всегда, вечерний эфир, поэтому мы всех призываем к нам присоединиться. Конечно же, прежде чем уйти и заниматься своими делами, не забывайте оставлять этому выпуску свой лайк, потому что только таким образом даже после прямого эфира мы сможем попасть в рекомендации к другим пользователям и зрителям Ютьюба, и люди нас досмотрят. И не забывайте подписываться на YouTube-канал Фегин Лайв и YouTube-канал Курбанова Лайв. Марк, спасибо вам большое за этот разговор, спасибо большое за час, ну и до встречи в нашем формате в понедельник. Спасибо. Спасибо.